А мы сейчас сразу перейдем к человеку Крузенштерн. Игорь Михайлович, сделайте необходимое, пожалуйста, приготовление. Потому что мы сейчас переходим с вами к главе, которая называется Крузенштерн. И под его парусами мы с вами сегодня и работаем. В 1962 году вы пустились в плавание. По всей видимости, вам это так понравилось, потому что после этого вы плавали на разных кораблях почти 30 лет. Почти 40. Вот видите, ошиблась почти на десятилетия. Все почти. Как вы, вот такой сухопутный вроде бы геолог, оказались на борту Сутного океана? С чего начиналась ваша океанская жизнь? Ну, началось с того, что просто была у нас замечательная женщина, профессор Деминист, скорее всего, Михайлович. Я работал в Северном Георгии, в Ленинграде. Вот. А мы занимались геофизикой, и к нам в отдел попал демобилизованный, тогда еще подошел ЖЖС, ЖЖНЕСКОЕ соглашение. Тогда Николай Сергеевич уволил 50 тысяч лицеров из состава армии и флота. И вот один из них, молодой подполковник морской Николай Иванович Трубячинский, гидрограф, попал к нам. И возникла идея попытаться использовать нашу геофизическую аппаратуру для исследований в океане, дна и водной толщи. И вот, если это вот Николай Иванович Трубячинский, он уже постарше здесь, правда, мне сомневалось проплавать в одной каюте 4 года. Замечательный был человек, удивительный совершенно. Вот, короче говоря, и мы, значит, тогда балтийским плодом командовал Александр Иванович Орел, вице-адмирал такой был, лихой. Вот, и нам дали просто в качестве экспериментального судна парский Крузденштерн, который проходил под военным гидрографическим флангом. Выносил имя знаменитого Иргана Крузденштерна Ивана Федоровича, по-русски, знаменитого русского мореплавателя. Вот, который, кстати сказать, совершенно иначе представил историю с графом Рязановым и со всей этой, Юнона и Авось, со всей этой романтической историей с его любовью. Потому что граф Рязанов, и он, Рязанов отправился в Японию послом на судне Крузденштерна. И там произошел смертельный, совершенно между ними, конфликт, приветствующий самоубийство одного из офицеров в Индийском океане. Ну, это отдельная история, что-то будет погружаться. Вот, но, тем не менее, значит, вот на этом славном судне я плавал, ходил, вернее, работал пять лет с 64-го по 65-й год. Был и второй суд, Доседов. Кстати, сейчас Крузденштерн успешный, берет первые мировые регаты и вообще такое суд. Судно, Седов стоит в Аркангельске, и команда, я был на Седове, такой же, если стержит его, и команда говорит, что вот не выждутся и верно, моряки, да, что вот Крузденштерн успешный немец на русской службе, мореплаватель, адмирал, и все хорошо, и корабль, все в порядке. Седов, Георгий Седов, великий, так сказать, неудачник, великий полярный исследователь, который ничего не достиг, до поляста не дошел. Есть вертие, что воздушили собственные матросы, кстати, нигде не опубликованы, потому что они понимали, что он уже, когда умирал от Сунги, он пытался привязать себя к нартами, к полюсу, к полюсу, к полюсу. Они понимали, что он же в том не жилец. Еще два перехода на север, кончаются продукты, и им обратно не дойти. Они его задушили и вернулись обратно. А потом их было двое, леник и пустошки. Один погиб в гражданскую войну, второй умирал старовер, христианин, и предсмертенность повелось бы рассказать в истории. Это было уже где-то в конце 30-х годов. И поэтому судно неуспешное. Вот оно стоит, никуда не плавает и прочее. Вот как мне стать северным? И вот мне повезло на Крузденштерне. Есть такая песня про Роса Крузденштерна, которая, значит, вырвала на медные дощечки, эвакуэт-компания. И я имею честь, почетно быть занесенным пожизненно в члены экипажа этого славного судна. Два слова о его капитане. Удивительная ведь личность, по-моему, была. Который? А, Павел Васильевич. Да, капитан Аберангов, Власов, Павел Васильевич. Как говорил его офицер, он знает три языка. Он, кстати, жив до сих пор, он в 19-е лет. Замечательный, что он мужик. Он, значит, знал, естественно, строевой батя, но не русский со словарев. Мы с ним стояли на одной вахте, особенно когда в тропах открытая, значит, мостик. А командир в тени все-таки главную вахту ночную, да? А он попросил меня обучить его английскому языку. От его ботсонского уха английские слова отскакивали, как горох от стенки. Но одно слово, вот своим волосатым ухом вцепился и запомнил. Это было слово «эбаут», которое он, смотрели, на твердые «е» приводил. Всегда. И главное, что он человек очень умный, хороший моряк. И вот, и всегда употреблял слово «по делу». Например, стоим в Канаде, в Барифаксе, приходит делегация военных моряков канадских. Говорит, капитан, what's the time of, what's the length of your ship? Длина вашего суда. About 100 питерс? Он говорит, «Иван». Правильно. Приходит шутерист, говорит, капитан, what is the time of your voyage in open sea? About two months? «Иван». И на родной царе. Спасибо. Слово на все случаи жизни. Главное, у него звучит что-то родное. А как он ел окулье сердца? Да. А кто-то ему, значит, там все питались, вот, компания, офицеры, оно, значит, три человека, значит, два помощника и командир, был кабатырский салон. И кто-то ему сказал по пьянке, что командир, который съест окулье сердца, капитан, будет себя бесстрашным и вообще все в порядке. И поймали, долго ловили акулу. Я организовал, значит, тайное общество борьбы с глобой акул. Потому что акулу, когда ее вытаскиваешь, она пьет хвостом, а у меня кабели проложены, уникальные кабели, много, эти самые, проводные, коэффициальные, все. Разрезать кабели, и все работает. А акула же не понимает, она пьет хвостом, режет там кабель. И мы отрезали эти акулятники всякие крючки, следствие, чтобы нас разоблачить. Но поймали, наверное, какие-то пару акул, вынули сердце, ее сварили, и в листовой белых перчатках в парадной форме понес это вареное сердце, 3,5 литра туда поставили. Короче говоря, через 15 минут из салона к пальфорту выскочил пограевший капитан и травил с левого борта в течение 15 минут. То есть он хотел сказать по-русски, что он хотел сказать по поводу акулевого сердца. И так он бесстрашным капитаном и не стал. Замечательно, вот там была команда из замполит. Я помню, из вашей книжки тоже замполит. Ну, читайте его книжки, я вам скажу, я не успею. Замполиты меня всегда не любили и правильно делали. Вот, они всегда у него подозревали плохо замаскированного крамольника. И правильно делали. Ну, что был замполит, не буду поднять фамилию, который, знаешь, что было замечательно? Он в базе, в Балтийске держит речь на открытом партсобрании. Я не член партии, но на открытом партсобрании в обязательном порядке собрали ходить, да? Для перевоспитания. И вот он держит речь и говорит, товарищ, что же это происходит? Офицеры наших дочных дозорок в океане дни и ночи проводят. Матросы, мы говорим, с ихими женами спят. А политработники стоят в стороне, так дальше не пойдет. А тут, значит, по радио, это 1962 год, по радио передали в исполнение Кобзона. Он пел мою песню «Снег», кстати, тогда, он чего молодой, с собственными волосами, и пел «Снег». И наши записали эту песню, и когда, значит, автор на борту, пришла телекация от бацманов, а это же парусное судно, главные люди бацмана, это паруса, веревки, вернее, концы. Да, и, значит, вот, напишите, как вот вы про геологов написали, про нас, про моряков, песню, про варятскую службу, про что-то тяжело, что шторма, все такое, женщин нет, а все мы любим море больше, чем женщин, и что вот и так далее. Я говорю, хорошо, я написал песню на свои виды. Но человек, который пел эту песню, тут же рожала, реклама старшин, бредовые моряки, и посадили форбик на губу. Ко мне подошел зомболит и говорит, значит, так, а отобрал у него книжку со словами. Это ваши слова, я говорю, мои. Ну, слава Богу, хоть сознались, не придется в особой надежде дознания вести. Значит, так, когда мы придем с вами обратно на родину, с вами будет о своем отделе флота разбираться. Вы мне вместе экипаж разложили. Я воспитываю дни и ночи в основном беспредельном предности партии и правительства, а вы его разложили в одни сутки. Я сам испугался, как-то экипаж, ствол моряков, 18 офицеров, в одни сутки разложили. Ну как? Очень просто. Это ваше мнение. Что ж такое? Вы пишете про женщину, про советских женщин. Вы пишете про женщину, что у нее есть грудь. Это значит, вы на всех слепикались? Это же безобразие. Даже слова уникальны. А для советского человека, для любви, крути, это совершенно не важно. Важно, что был моральный облик. Короче говоря, когда мы вернулись в Балтийск, он меня не выпустил с борта. Меня, как пудорец, посадили. Песню повезли на экспертизу. Начальника политуправления, два же посоветов Балтийского флота, конца забирала товарища Пачипаева. Товарищ Пачипаева опасно на футбольном матче, чтобы Балтийская команда играла с каким-то серьезным соперником в Халининграде. Брезгливо взяв эту самую запись, а он ухитрился запись делать, так, чтобы он понял, толковый был мужик. Он послушал ее, снял фуражку, вытерноп и сказал, ну и что, правильная песня. Она вкажется, что моряк должен любить море больше, чем бабу. Разрешись! Это приняло и мою свою любовь, и судьбу песни. Песню можно спеть. Непременно. Спасибо. Спасибо.